Ом намо Бхагавате Васуде Вая 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 Ом мы с другом подписываем Палительная Палитральная Для освобождения Вая Шарапгуна Ведомы. Веношая. Веношая. Для уничтожения. Ча. И. Душ критам. Владеев. Харман. Законов религии. Законов религии. Тамтхапана адхая. Тамтхапана адхая. Тамтхапана адхая. Для восстановления. Для восстановления. Тамхавамим. Появляюсь. Появляюсь. В юге. В юге. В юге. За веком. За веком. Так, мы будем повторять? Без всех. 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 Антхапана адхая. В юге. Без всех. Пейтраная. Что на arrows. Появлялся. Без всех. Н. Душ критам. Без всех. Без всех. Нем��분huhлверсих. Субтитры сделал DimaTorzok 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 в строго определенное время. Но Господь Кришна – изначальная личность Бога из источника всех аватар. Всей Кришна приходит в материальный мир для того, чтобы у тех, кто их чистый сверден, которые живут, жаждут увидеть Господа и Его ни с чем не сравнимые игры на брендаве. И так главная цель прихода аватара Кришны в этот мир – исполнить желание чистых сверден. Хоть говорить, что Он приходит в материальный мир из века вверх, это значит, что Он воплощается из века Кали. Как сказано с Шимат Бхагаватом, в век Кали Господь приходит на землю в образе Ши Читани Магабраву. Господь Читани призвал людей посланяться Кришне, дав им для этого метод конкистами совместного пения святых ион. И Сам распространил сознание Кришны по всей имени Индии. Он же предсказал, что движение с Антирками, шествую из города в город, из селения в селение распространится по всему миру. Воплощение Кришны – Личности Бога в образе Господа Ши Читани описано в сокровенных частях священных специальных, таких как Панишады, Махабхараты и Бхагаватам. Но не прямо, а намеками. Движение с Антирками, Господа Ши Читани, очень привлекает всех преданных Господа Ши Читани. Эта аватара Господа не убивает владеев, а спасает их от своей бесконечной милости. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok. 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 мир, и куда мы попадаем? Куда несет нас эта река? Над планетами материального мира сразу находится так называемый плантарный уровень. Там, где восседает Господь на Рае. Какую расу он меняет? Расы? 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 Нарается? Расы? 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 Расы, который может быть-это поклонения Ему. Расы не спутит. Расы не справились. Расы не спутит. Расы не спутит. которые можно иметь нейтральность, а все это еще лучше. Но жизнь не может, да? То есть я бы... Процесс служения, да, все равно. Можно, да? Процесс служения, пока вы слушаете ему, прилагая, благовольный там, помогает. Ну, просто так, все равно. Ну, Шанта, это вообще ничего не делается, это просто какое-то благородение есть. Шанта, он сам меня здесь, и мы и раньше. Ну, может быть, да, я не спорю. С этим нет. Ну, то бишь... Самое интересное в том, что на... То есть в этом месте, на планетах Вайкунхи, невозможно развить более интересных, да, таких как Сакси, да. И где их можно найти? В кроме голубей. Вайокхи. 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 Вайокхи это следующее царство, которое идет после царства Бакшминарайна. И там как раз живет Господь Рамачандра. И сейчас мы собрались здесь для того, чтобы пообщаться и послушать, пообсуждать вот эти игры, которые Господь Рамачандра, живя в Айоке здесь, на нашей древней древней древней, совершал. Мы собрались ради того, чтобы жарко слушать это все и обмениваться этим опытом. На самом деле мы попали, если мы приходим к Господу Чайтанье, сюда, в этот храм, то мы попали и в Айоке, прямо сейчас, здесь и сейчас. Мы можем почувствовать здесь, просто общаясь. Потому что Господь проявляет тебя в этот день в полной мере. И только, не только, а уже после того, как насладились расой служения, вы можете понять вот эту дружескую расу, дружеское понимание вещей и дружеские отношения, которые проявляет Господь Рамачандра. И он является в этот мир для того, у него несколько причин прихода. Ну, первое, восстановить закон религии, убить демонов. Третье, показать всему миру то, как должен править настоящий царь. Что должен делать настоящий человек. Что должен испытывать настоящий преданность. И как он общается и во взаимоотношениях проявляет свою любовь к друзьям. Почему нам это необходимо? Потому что без дружбы нам нет возможности дойти до духовного мира, если мы этого хотим. Нам нужна дружба и дружеские отношения. Нам нужно это яркое желание вступить в контакт. Сначала это происходит здесь на земле с преданными. Здесь происходит. Потому что не отсочившись здесь, мы не можем перепрыгнуть уровня на уровень. Это как правило. Итак, вот стоит замечательная местность Айотхиа. которая проявилась здесь, в нашем материальном мире, в провинции Кошала. так же, как город Айотхиа. Правили им цари династии. Я не буду перечислять длинные цари, которые правили. И тут пришел момент, когда правил справедливый царь Белитарашко. Дошаратко. 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 Вот я путаюсь. Дошаратко. 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 Он правил царством таким образом, что ему по сути могли позавидовать все те, кто правят сейчас, правили после него. Почему? Потому что его царство просветало. Каждый из его подданных был полностью удовлетворен. Каждый мог прийти, и они очень любили своего царя. Они могли прийти в гости спокойно к царю. Вот сейчас мы сможем попробовать президента хотя бы приблизить к мэру. Ну, то бишь, там взаимоотношения были такие, что даже самый нищий человек мог спокойно прийти к царю и начать говорить. То есть это была злая культура, взаимоотношения. И так же как царь заботился о своих подданных. Подданные очень сильно любили своего правителя. И все, казалось бы, шло хорошо. Все были радостные. У всех было вдоволь еды, воды и не знаю, что еще. Кого-то золото, бентли, коровы. Но Дошарадху беспокоило одно, но он не выдавал этого. Так как он не хотел расстраивать своих подданных. Он как бы носил это очень долго в своем сердце. Его беспокоил момент того, что у него нет наследников. А для царей этого времени это было очень, очень важно. То есть это самое важное, что он должен был сделать, это воспитать того, кто будет царством править после него. Для него это было время, которое он внес в себе. Ну и тут пришел такой момент, накаляющийся, серьезный. И он уже не смог держать это в себе и посоветовал это своими мудрецы при дворе. И вышел, я тут записал имена. Василь Тамони, да. Василь Тамони, да. Вышел и сказал, ну дорогой царь, вам нужно просто взять, провести Ягию. Я не буду описывать саму Ягию, длинного, чем описывать, как он описывал я сначала. И еще момент, я как бы буду от сюжета отключаться и как бы. Сама Ромайяна, которую я написал в Альмите, она построена таким образом, что сначала начинается рисование, рассказ, что жил какой Рама, что была Йоси, что была битва, что жил Рабана. И так доходит до определенного героя, который исполняет роль определенную в этой лилии. Доходит до этого героя и этот герой, встречаясь с каким-нибудь другим героем, начинает этот рассказ снова. Он подходит и говорит, вот была Рама, вот была Йоси, и так вот он рассказывает. И Ромайяна повторяется там, ну не знаю, сотни наверное раз, может тысячи, не знаю, честно говоря. Они пересказывают ее вот все время друг другу. И это один из методов, наших методов. На самом деле, все эти истории вы большинство знаете. Но мы сейчас собрались для того, чтобы опять вспомнить. И они вошли в наше сердце и остались жить там. Так же как ситарам остались жить у Ханумана, когда ему сказали, покажи, где ситарам. Просто разорвал, думаю, вот он, вот он, и пыли в ситарам. У него все это. Я не призываю никого рвать грудь, но чтобы внутри жили ситарам, Лак, Кришна, Радхарани, не, все-таки Лак, Лак, Ладх и Деви. Ну, Лак, Ладх и Деви это как бы немножко другое проявление, да? Ну, так вот, на Шараске сказали, проведи ягию там, бананы, по-моему, да? Можно было бананы каким-то образом, лиц? 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 Ну, в принципе, не суть важно, да, что именно, но нужно было какой-то просад раздать своим женам и положенный срок, положенный срок, после того как провели ягию, браманы, сделали все правильно. Его царство процветало почему? Потому что в то время невозможно было процветать без жертвоприношения и яги. То есть это Трета-юга, это тот век, когда жертвоприношения и яги, они были главенствующим, что двигало, производило движение вперед, то, что приводило нас к Богу. На самом деле в этот век тоже рекомендована яги, усанкиртана яги. Она немножко отличается, мы поговорим позже. Так вот, Дошаратка должен был раздать этот Махапротат своим женам, как он и сделал. Он раздал просад и в положенный срок жены родили ему сыновей. Старшим был Рама Чандра, жена Каушалия. Я просто могу перепутать по этому месту. У любимой жены, как считалось, что все считали, что Каушалия любимая жена царя, и никто не завидовал. Вот в этом было какое-то такое непонятное действие из всего того времени, того мира. То, что не было зависти. Люди не завидовали друг другу о том, что кто-то на корове пашет, а кто-то на троне сидит. На корове не пахали. На быка. Итак, от Кайкеи, младшей жены, родился Харада. И Сумитра принесла двое мальчиков, это Лакшмана и Шатрубна. Они, на самом деле, это полное воплощение целого Господа. Я не могу точно объяснить, что и как делится, но могу рассказать, что это Чатурбьюха. все четверо, они полные целого, полные целые Господа. И Рамачандра есть личный Господа из этих четырех. То есть Рамачандра, это Васудева, Хараты, Вадюна, Вакшман, Санкаршаны и Шатрудна, Анирутха. Они пришли, и они... То есть в старте все стало опять довольно замечательно. Братья росли, и тут пришел какой-то определенный момент, и в гор спустился великий Йог, который никогда до этого не спускался. То есть он как начал свою Йоги. Вишвамитра, да. Вишвамитра, он спустился, и тут закатили пир большой, огромный пир. Встречи такого великого предного. Дошарадха сделал пи-йом, он оказал ему всевозможные почтения. Накормил, напалил, спать уложил, с бами попарил. То есть все как полагается, да. И в конце концов Дошарадха даже предложил ему свой трон. Он сказал, садись, вот, я даю тебе свой трон. Но Вишвамитра ждал определенный момент, когда Дошарадха скажет ему. И он сказал, произнес, сказал, что бери все, что хочешь, забирай с собой, и можешь унести все, что хочешь из моего партва. И Вишвамитра спросил его, точно, ты уверен? Все, что хочешь забирать, Дошарадха сказал, да, конечно. Все, вообще, все, что, даже жизнь это, да, точно, ты уверен? И он трижды так спросил, переспросил специально, а вы знаете, за что? В физической культуре так принято, ну, если трижды уже сказали, то это уже не отменить точно. Как-то еще какие-то можно было найти там вещи, но если трижды сказали на все, ну, когда он трижды сказал, он сказал, ну, хорошо, отдай мне раму. И тут, то есть, Дритарастра, Дошарадха, Дошарадха всю жизнь испытывал такое серьезное давление после этого. У него было чувство разлуки и непонимания как отца, и он сказал, отдай мне раму, я возьму его с собой в лес. И Дошарадха сказал, нет, я не отдам раму, как я могу, он же совсем ребенок, а зачем тебе раму? Ну, он говорит, да так, брат, что ты завелись, надо убить их всех. И тогда Дошарадха, он еще больше, в критерии отвечает, как, так, мой рама, он совсем маленький, 15 лет ему было в этот момент. Он говорит, да он даже мечом-то не махал нормально. То есть, он меч в руках плохо держит. Зачем тебе нужен рама? И тогда, ну, Вифамикро настаивал, и тогда Васильский подошел и сказал, ну, вообще, ну, старин, сказал, вообще Вифамикро, в принципе, мог бы и сам убедить всех ракшенов. Ну, видимо, а так хочет Господь. Отдай ему раму, и все будет хорошо, он защитит его. Но тогда Дошарадха согласился, но сказал в такой момент он, он сказал, я отдам раму, но только если Лакшман пойдет вместе с ней. Если вернуться немножко назад, то вот эти четверо братьев, они росли таким очень интересным образом. Господь Рамачандра, вернее, Лакшман никогда не покидал Господа Рамачандру. И всегда у него было настроение того, что он слуга Рамачандры и Рамачандра его жизнь. Если вот произошел бы этот разрыв, то Лакшман просто бы не выдержал. И большинство из тех, кто присутствует вот в этой Лиле, они как раз находятся в таком настроении того, что мы не можем просто жить без этой Лиле. И так же было с остальными братьями. То есть Харата и Шатрудна точно так же не мог отходить от Харата. Они всегда были вместе, они везде и во всем вместе, 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 вместе. Ну и тут, и Швами просто, не, согласил, что забрал братьев к себе, начал обучать их там, разным измирностям. И он рассказал, что, ну вот, на самом деле меня беспокоит, вот, самое большое беспокойство мне приносит демон, женщина, Тарака. Я не буду рассказывать про то, как она появилась, тоже очень длинная история, очень интересная на самом деле. Она была такой бесформенной, огромной женщиной. Описывается, что кости у него торчали, был огромный живот. При этом описывается, что был один глаз, где-то два глаза. Но они все извергали пламя, участок или какие-то. Ну, то есть, такая серьезная история. И тут Ишвамитра начал обучать Хамачандру и Лакшмана мантрам, которые защищают место вокруг того, как проводят Яги. И когда вот они начали повторять Тиманкиус, ну, вместе, за Ишвамитрой, Тарака просто не выдержала, скачила. И я представляю таким образом, что, как бы, было как пустыня, не знаю, лес, еще что-то. И просто что-то непонятное, огромное поднялось и завопило. Пожалуйста, перестаньте, это режет мне слух, я не могу. Как так? И Ишвамитра сказал, ну, вот, в принципе, проявилось. В принципе, то, что меня беспокоило, проявилось сейчас, здесь и сейчас. Здесь Тутик. Лакшман первый выстрелил там, несколько стрел выпустил. Ну, как бы, не знаю, если 12 муравей укусился, то же самое было с этой земли. Ну, и тогда они, Рамачандра воспользовался той мантрой, которую учил Швамитра и убил Тарака. С ней было покончено. Тогда они пошли в пещеру, в пещеру, где хранилось божественное оружие, оружие богов. И Ишвамитра сказал, что вот, когда-то я за свои аскезы получил тут дар небольшой. Теперь я хочу вам передать его, потому что на самом деле я знаю, что ты Верховный Господь. Там длинная молитва такая у него. Вини это оружие и используй его в защиту Дхармы. Ну, вот таким образом в Рамачандре появилась божественная оружие. Мы это вспоминаем для чего? Для того, чтобы понять вообще смысл игр, деяния Рамачандра. Он настолько милостиво относился к своим преданным, к преданным своей страны. И он строго действовал по законам Дхармы любви. Я перед тем, как начинать и читать лекцию, за несколько дней позвонил с Садом Агаражем, спросил по заслонению на лекцию, передавал всем поклоны. И он пояснил, вроде и очевидный, но я бы никогда не додумал сам до такого момента, того, что Рамачандра в этот мир несет Дхарму. То есть он олицетворение Дхармы. Он олицетворение Долга. В конце концов ему пришлось отринуться, отвергнуть Ситу в конце жизни. Ему это было то, ради чего он жил. Сита Деви является воплощением цели жизни Рамачандра. Поэтому он спасал их, скажем, да? То есть там было много причин, но одна из причин была, что это была цель твоей жизни. Зачем мы отринувались? Сад Бхамахарашем? Сад Бхамахарашем, что-то началось. А! Да! Сад Бхамахарашем, он пояснил момент того, что Рамачандра не просто Дхарму принес сюда Дхарму, Он принес сюда харму, которая основана на взаимоотношениях и любви. То есть вот этот момент того, что не просто предписание, которое делается во имя любви, во имя того, чтобы сохранить и приумножить других. И так они после того, как убили, кроме Тараки, они убили много ракши, ху-ху-демонов, поперебили его леса и лес начал хвести. Как только они сделали свое дело, Швамик рассказал, что все, можете возвращаться, они возвратились на дворец, зашираться. Он был очень рад этому. Через какое-то время он собрал всех братьев и сказал, наш араб сказал, что сегодня мне присутствует сон, в котором я увидел, что в нехорошие времена. В то время увидеть сон, это значит, ну как сказать, увидеть ящик, который будет. То есть это не так, что он нарубил вещи. Да. Вещи и сон. Он собрался и сказал, что так как я уже старт, не смогу выдержать этого всего. Я хочу короновать раму. И все воскликнули, вот на тот момент все воскликнули, джаааа, и все просто ликовали. Все царство, это весь облетело, все уголки царства и все жители Айотхи, они, я даже не знаю, не просто радовались, они были счастливы от того, что рама будет царем. Они только этого и ждали. Но дальше произошла уголка Май. То есть это как раз была Май, или иллюзорная энергия. Сита Дэви тоже является Май материального мира. Она проявляет здесь эту игру, рамы. Мандхара. Тангулатская. Злобная Мандхара. Она науськала, пришла и сказала... Так сказать, да, кто такая мандхара? Ну, то есть у каждой из жен царя были сужанки. Вот она одна из сужанок была. Но она была такая, прожженная сужанка. Хорошая такая. Кормилица была. Кормилица. Младшая жена начала очень внимательно и нестучно. Она внимала каждому слову ее. И Мандхара сказала... А что ты радуешься вообще? Срама вообще придет? Зачем тебе это нужно? Это плохие времена для вас, Хара. На что Кайкея просто вообще сказал, ты обезумела? Что такое? Что дела? Я радуюсь. Рама Чандра выходит на престол. И все, царство просто будет процветать. Он говорит... А-а-а... Кайкея сказал... Нет. Мандхара сказал... Кайкея. А зачем тогда царь Бхарату? Когда... То есть после того, как все произошло, Бхарату поехал... Ну, куда-то уехал. К деду уехал, да? Ну, деду он гостил. Он говорит... А зачем тогда Бхарату он отослал? Он хочет все провернуть для него. И тогда вот это вот... Вот это вот... Иллюзия, которая покрывает наш с вами. Вот это вот... Как Паупада ее называют? Катаракта. На глазах наших, да? Вот она покрыла... Сразу... Кайкея. И Катаракта начала внимать и впитываясь, как губка, слова Манхара. Манхара сказала... Ну, вообще... Надо бы, чтобы Бхара поправила. Вообще, это как-то справедливее будет. И... А Катаракта сказала... А что я могу сделать? Катаракта уже... Казал, принял решение. Что... Что я могу сделать? И Манхара припомнила... И говорит... А помнишь? В давнем-давнем годе... Ты спасла нашего Махараджу. И он обещал тебе... Исполнить любые три твоих желания. Три. Исполнить три, но два... Она попросила. По крайней мере, сегодня в книжке было написано в книжке, и у меня не беременне. Три желания. Не покрыло мае моё время. Да, не покрыло мае моё время. Так... Я сказал... Ну, ты просто назначь... Речь у царю где-нибудь. И поговорить по душам. Расскажи ему, напомни, помнишь, что-то обещал мне. Так она и сделала. Она встретилась с царем. В таком уже унылом состоянии она пригласила царя в твое покое. И задала вопрос. А помнишь? Тогда ты обещал мне. Он говорит, да конечно. Конечно, бери и проси, что хочешь. Вообще, я тебе все отдам. И это была... Вот второе потрясение для бедного царя. Я точно не знаю, как его еще назвать богатого бедного царя. Я вам сказала... Раму с престола убрать, а Бхаразу поставить. Он говорит, ну как? Я уже дал слово, что за такое? Я же не могу извинить слово, что это? Я вам сказал, что еще второе мое желание, что Бхрама исчез на чеченную царя. Ты должен изгнать рамачану. Ну, он долго сокрушался, но слово есть слово. Тогда слово это слово. Он дал это слово, и он его забрать не может. Не как сейчас. Я даю слово, дал, слово сделал. Мое слово. Да? Ему пришлось просто сделать это. Мы пропустили свадьбу ситы, для того, как он поднимает лук. У нас просто времени совсем немного. И я расскажу довольно подробно. Давайте какие-то моменты просто обсудим. Ну, тут пришлось до Шаратки исполнить свое обещание, выслать раму. Все жители города просто собрались на главной площади и протестовали против того, что это происходило. Потому что они хотели, чтобы это было их желание, чтобы Рама был их лучшим другом. Но Рама, когда Рама вышел и сказал, дорогие жители, вы должны принять моего брата как самого меня. И слушать его как самого меня. И править, как бы он ни правил, вы должны понимать, что это слово моего Отца, и я не могу отступить его. Он ушел, и уже начал было собираться в лес, как пришел Лакшма, и он сказал, дорогой Рама, как ты можешь это сделать, все просто умрут без тебя. Я не могу, это, если я слушаюсь, то что будет с людьми, что будут делать люди, что и как они будут вести себя. Нет, я не могу этого сделать. Но тогда подошла сито давить и сказала, я тоже еду с тобой. Когда мы едем, когда мы едем, то есть она была неразрывно с ним, также вот эта дружба, дружеские отношения, они были настолько крепкие, что она не могла, она не понимала, если он идет, то я и я. Машу ему сказал, да хочу я-то, я тоже, Валя. Они ушли, и если подробно не рассказывают, да, Харата узнал. Харата узнал, и просто пулей прилетел туда и начал отговаривать своего Отца, он сказал, что ну как так, зачем, отец, что такое. Отец, вот я не знаю подробностей, сказал ли отец, почему он это сделал, сказал, но каким-то образом Харата узнал, что мать произвела это, и он отрекся от края. Да, Барата приехал, папа уже хотел от края. Нет, 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 подождите, Харата приехал. Харата был, когда Рамачандр уже ушел в лес, папа оставил тело, свернулся в цель, и тогда он начал что-то выяснять. Она сказала, что она сама сказала. Она сама сказала? А, она сразу приверечила, подошла к нему и сказала, но он отрекся от него. Потому что он не мог понять этого предательства и тут. Вот эта уловка Майи зашла в ее глаз, и она одумала, она поняла, она просто поняла, что я на самом деле делал, что это из-за что? Нам нужно, что нам нужно из-за этой ситуации вынести? На самом деле это и имя. Не общаться с имплазанцем. Руководство положено Майя. Для меня это важно, что нужно как раз руководствоваться. Это одно из таких, я хотел более витиеваться, но я не хочу, не прямо, но я не делал. Да, ну то есть нужно согласовывать своим сердцем, внешним миром и с Писанием. То есть, вот это все очень важно, что нужно не просто быть окутанными, чарами Майей, и думать, что, а я сейчас на машину заработаю, все хорошо, потом кличный пойду. А сейчас я квартиру куплю, и тогда, вот, тогда там могут предные ко мне пойти, там, приходи, там, кирсовый пить, все. Я не говорю о том, что не нужно машину, не нужно квартиру, не нужно жену, не нужно друзей. Я как раз хочу сказать о том, что не нужна квартира, не нужна машина. Друзья, ну, ради другой цели. Цель нужна. Цель, ради которой можно жить. Я так кричу, которая нужна машина. Ради которой нужна машина, нужна машина, нужна жена, да? А цель может быть только одна. Познание Бога. Познание Бога и понимание того, что Он присутствует в нашей жизни. Я не знаю, может быть это на каком-то этапе, это видно или непонятно. Но все равно мы придем к тому, что без Бога он не будет. Итак, наш Пхаратал, он отрекся от своей матери, сказал, ты теперь не моя мать. Ты не можешь называться моей матью. Я не могу просто. Харма-то. Они там все очень сильно чтят Харму. Я не могу, говорит, принять свою мать, которая передала моего отца. Пхарата пришел встретиться с Рамачандрой. Он пришел и сказал, Рамачандрой есть. Раман, ну вот отец ушел как-то. Он ушел, значит можно и тебе уже возвращаться. Я не хочу править, иди, возвращайся. Отца нет, ну как бы, в принципе ты не виситница, зарушишь что-то. На что Рамачандра сказал, слово моего отца незыблемо, и я должен выполнить его. Но Пхарата сказал, я не могу править. Я не могу править. Но с твоего имени. Отдай мне сандалии, которые я поставлю. Он поставил себе на милу и понес. Ладно. Далее можно немножко рассказать о нашей темной стороне сил. О демонах, которые присутствовали. В то время жил демон Равана, который появился на свет от Сумали. Да, Сумали. Ладно, давайте не будем подружаться. Это очень сложно. То есть он появился от возвышенных личностей, и потом они стали демонами. У них сердца были. То есть так как там были полуракши, полувышенная личность, вот эта вот часть, она победила. И в один определенный момент, когда Равана пришел вместе с своим братом Кумба Карло, сестра Шупанакха и Любишина. Это была такая веселая история. Равана, когда появился на свет, у него начали расти головы. Я не помню, честно сказать, почему это все происходило. Там ягерство. Какая-то ягерство. Девять раз, что я предложил голову. Не-не, я говорю, когда он на свет появился, когда родился. То есть до ягерства. Почему? Потому что произошло. Я не знаю, почему у него там он таким могуществом обладал. Но тем не менее, он родился, и у него было 10 голов. Его назвали за это Даша Грива. То есть 10 голов. Даша Грива за это его назвали. Также Кумба Карло, он появился на свет и начал расти. Он вырос. Очень большими размерами он обладал, так скажем. И он очень много ел. То есть они много натворили за свою непродолжительную жизнь. Всего хорошего. Так же появилась шумпанакха, которая была бесформенной какой-то девочкой. Каким зимым носом каким-то. Такая неказистая. С плыками. Даже с плыками. С плыками. С плыками. С плыками. И... Зубы хорошие. Зубы хорошие. Ну... И тут появился еще один. Мишина. Он появился в нормальном области. Он был... Нормальный. Да. Безурода. Безурода. Да. Безурода. В то время что они там сделали. И пришел к увера. Один из сыновей отца. То есть от... Ну как бы в то время... Двоёродный брат. Нет. Рауны. Рауны. Ну да. Он сводный брат. Он не двоюродный. Он сводный. От другой матери. То есть брат от другой матери. Он пришел. И вот это вот, что он не знает. С умами она позавидовала Куверии и сказала своим сыновьям, дочерицам, что это такое, все это в роскоши, а мы тут все сидим. Да, он был казначаем полбогов, но он на ланке правил, на ланке находились все сокровища полбогов, находились на ланке, которые потом кашелек. И тут она сказала, ну совершайте аскезу и все, вы получите все благословения, которые вам нужны. И тут вот эти братья и сестры на себе совершать аскезы, совершали, совершали, долго совершали. Я не понял, один день брах мы, по-моему, рауна там врезал одну из своих голов, кигал вагон и предлагал их в браме. Я просто... А от кустового я? От кустового. С другой рукой. Ну то, что я сегодня читал. Ну это пишет романат с вами, Ромалила, очень кратко и красиво пишет. Рассказывает как раз ту часть, которая, как сказать, понятна. То есть очень много, когда Ромалилу читаешь, очень много непонятных моментов, тем более, когда они опять один пришел к другому и начал опять рассказывать. Я пришел туда, рассказал, что была Ромайна, вот была Йоцья, это все было. И я, вот лично, я когда читал, я запутал. Где там кто, что, как, ничего. Вот. И так, неважно даже, как они получили благословение, Равана, можно про Равана немножко рассказать. Да, то есть Равана, когда пришел день, последний, когда он должен был уже, последнюю голову срубить, он подумал. Он подумал. Ну, я либо сейчас рублю голову и как бы покидаю этот лес. И тогда все узнают, что полубоги не держат свои обещания. Они, ну, как бы, слово не держат. А если я сейчас начну рубить и как бы, и я должен получить либо благословение, либо они не держат слово. Все. Другого пути нет. И это узнал Рава. Рава, на самом деле, давно наблюдал за этим, за всем и думал. Так, чесал за тыл, а ты думал, что делать вообще? Потому что, если я сейчас дам ему благословение, то все, конец всему. Просто конец всему. И тут ему просто пришлось появиться. Равана, он очень гордый. Он виситворяет гордостью Равана. И он, когда Рава появился, наконец, Он подумал, ааа, значит, я сильнее, брат. То есть, он вот это вот подумал. Значит, я могу вынудить. То есть, так же, как мы можем молить Кришну. Кришна, прийди, Кришна, прийди, Кришна, прийди. И нам кажется, что Кришна пришел. Но Кришна не приходит почему-то. Потому что мы просим ради того, чтобы понять. Ааа, я вызвал Кришну. Я вели тебя. И Равана как раз поступил так же. Он взял и сказал, ааа, Брама пришел. Значит, все. Все в моем кармане. И он попросил благословения и сказал, Брама, я хочу вообще благословения такое попросить. Сделай меня здесь смерть. Ну, и Брама на секунду он обрадовался этим. Сказав, что вообще я смерть. Так что никаких благословений не дам. И тут Равана не обиделся. И начал тогда говорить, ну, так как ты таких не можешь дать благословений, тогда дай мне такое благословение, чтобы я не убил там. И он там засчитает длинный список могущественных существ. Там Раваны, якши, ракшаты, полубоги, 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 ну и так далее. Перечитает всех-всех-всех. Перебывает одно. Не забывает, он даже в расчетке принимает, как будто муравей, человека, он забывает человека. И это, в конце концов, любой срок погибель. Брама дает ему такое благословение. Вдогонку там дает еще кучу благословений, что ты можешь там перемещаться на любые пространства, ты можешь быть большим и маленьким и так далее. Да, и еще благословение тебе, что голову будут слезать твою. А, я тебе возвращаю, говорит, тебе голову. Какие у тебя есть? И говорит, если тебе будут слезать голову, она будет вырастать. Ну да, вот он получил такое благословение. Тут пришла очередь. Это лила, на самом деле, лила, когда боги и полубоги, они задумываются и думают, что же сделать вообще, как быть? Как сделать так, чтобы предным жилось хорошо? Чтобы наш мир не канул в лету? Потому что если дать править вот этим ребятам, то, извините, будет нехорошо. И тут пришел момент, когда надо давать уже благословение кумбахарне. И Брама зачитал голову, и как он подумал, где еще и мудам, и вот, наверное, все. Он очень долго думал и обратился, в конце концов, обратился к Супылице, к Богине Сарасхвате, к Богине ученых, к Красноречию и всего остального. И она просто вошла в язык кумбахарны. И когда он благословение просил, она была в его языке, она просто попросила. И она сказала, я хочу спать весь год, кроме одного дня. Году. Один день я должен есть, а потом опять спать. Он сказал это, ну, там, полубойской Айшман-баба. И как только Айшман-баба сказали, они только сказали, Кумбахарна, «Кумбахарна»? Да, кумбахарна подумал. Ох ты, мой! Что я натворил? И за пул. Хахахах! Хотел наоборот. Весь год есть, а это весь путь. Он хотел, а… Хотел наоборот. Хадил равный, и да он, есть будет есть, один день спать. Потому что наоборот, весь день спать, один день спать, один день спать. но шарфанака получила благословение того что она могла принимать любые обличия очень маленькая и перемещаться на расстояние по мелочкам но получилось но когда пришло пришел момент и решили просить благословения вводим уже там за голову когда любишь она попросила на поле они были просто счастливы сказал я хочу чистую предыдущие наконец-то кто-то но время и и потому что в последних лет махарадж он там обратил внимание преданных на то что преданные не достигнув даже уровня не достигнув уровня реализации в большей части имитируют вот эти духовные чувства к Богу к Его воплощению все сахаджи в лучшем понимании этого слова и вот воспринимая вот эти истории из Ромаи, из Махабхары и удовлетворяют свои чувства уходя до своей реальности которые есть в жизни уходя в эти карточки как эти истории которые ты нам рассказываешь помогают нам понять наши взаимоотношения ты же сказал, что все мы эти лет связали взаимоотношения и как они нам это помогают делать я могу поделиться то, как мне помогать я не знаю, поможет ли каждому таким образом я стараюсь действовать так, как действовал Дарамачан в этом случае я стараюсь не всегда это получается не всегда это возможно я хочу любить своих друзей и действовать и выполнять свой долг таким образом чтобы эта любовь возрастала и приумножалась я хочу научиться любить Кришну и для этого я сажусь на эту дистанцию не для того, чтобы рассказать вам историю не для того, чтобы показать вот какой я умный сколько узнал на самом деле вот то, что я сейчас рассказал это по милости нескольких следных я не буду называть имена по милости нескольких следных которые присутствуют здесь присутствуют в моем сердце присутствуют в моей жизни это рама лила служит для меня тем, чтобы действовать подобным образом сейчас мы слушаем о ней для того, чтобы заразить не для того, чтобы послушать хорошую историю не для того, чтобы провести хорошо время чтобы время кончилось и пришла служба чтобы галочку поставить не для этого мы слушаем для того, чтобы поделиться вот этой и желанием и откровением мы делимся и а то и спрашивай я хочу сказать о том, что я буду не в ошибке дело не в ошибке потому что я лично совершаю эти ошибки каждый день и тогда вообще в принципе нужно отринуться от всех я хочу понять этот принцип и понимание того что любовь первостепеннее и на данный момент если я не дай бог жена мне изменит еще что не значуешь еще что смотри-ка ну меньше но там была такая для них это была измена то есть рамачандра это было не внутри его внутри рамачандры боролось все это он просто плакал несколько глав в рамане посвящено тому что рамачандра просто внутренняя борьба рамачандры того что я люблю ситу я не могу без нее жить она моя жизнь без душа и когда вот он ее на костер на этот отправляет он просто там там жить не хочет но он это делает ради людей которые смотрят на него и почему после того как он в костер ее так скажем да отправил агнии ее проверил и она вышла из этого как страх рамачандра не смог жить с ней не потому что он не хотел этого очень часто так получается а все плохие все мясоеды все вот купят не знаю у меня бабушка такая плохая дедушка секоя жена плохая я уйду в вашу жизнь все хорошо у меня в жизни все хорошо это не то что должен делать преды предный дел должен менять свое понимание свою жизнь и тем самым в жизни мы не следуем то что Господь в начале следуем на наставление да просто игры Господа это описание игр Господа его чисто преданность мы смотрим как чисто преданность мы не делаем что делал тучный аватар потому что тот сделал тучный аватар я не думаю да не по другому я не думаю да 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 то есть мы перенимаем конфликт да мы не перенимаем его образ действия мышления да 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 так же это видимо положение рамы как шахты да она предполагала внешне это да 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 мы не 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 мы не мы не 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 а да 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 Вот от меня зависит жена моя Если я сейчас пойду Вести раскульный образ жизни Начну материться Начну ругаться Я не знаю, что я буду делать Жена последует за мной В этом проблема Проблема не в том, что Я это делаю А в том, что за мной следует Рамачандра как раз вот этот принцип передал Что за мной идут люди Я должен Это мой внутренний долг Отвечать за свои поступки Потому что если я так Ну когда вот второй раз Так сказать Можно сказать Отверг к ситу И к В лес, короче Не помню Вальмике К Вальмике он отошлал ее С двумя детьми Будучи бедры Написано, что с двумя детьми Ну да, еще инфекция Он отошлал ее Только почему? Он услышал разговор одного из его подданных Даже не то, что разговор Прогуливаясь по улице Он увидел, как муж Выгоняет жену За забор, так скажем Да, вот Притачи, да Вот забор Такой, как же Пинает ее И говорит Все Ты Не ночевала дома И поступила Так же, как поступила Сита И я что? Я буду Я должен жить теперь с тобой? Да нет Я не могу Я не могу Сделать так Как поступил рамачандра Жить с тобой Не гоняй тебя Эта нота не о том, что нужно брать ей Действовать так же То, что у нас У нас уровень не тот У нас тяму не хватит делать то, что рамачандра делают То, что делают великие души Затушено сделать людям низкого уровня То есть подражение на торту Затушено Потому что их сознание Если они так делают Это будет решение другой результат Просто момент Зачем Я когда начал на лекции Сказал, что Мы здесь собрались в айодхе Мы здесь собрались в том месте Где гахпытрамачандра являлась дилем Зачем я это сказал? Я сказал, что ради того, что поет Чебе проявилось по настоящему У кого она не проявлена Может быть она там И дома не боролит Чего сюда приходить? Вот мы пришли Но я извиняюсь, что я так выражаюсь Ну вообще у меня чердак забит другим Я пришел сюда Просто так ради того, чтобы Поставить галочку по сути Но у меня ощущение и желание того, чтобы Айодхе проявилось у нас в сердце Мы поняли, что мы на самом деле Слушаем лилу храмачандры И она входит в нас Спасибо Я хотел бы задать вопрос Вот все эти Раломы и все его браки Они же обеспечивают, значит Какое-то качество Уничтожив которое Устраняются отношения к дружбе Правильность отношений Вместо того, что принес нам Можешь сказать? Что ли, которая там? Раломы, Кумбахарны И все остальное Когда мы это убиваем Тогда у нас удивляется дружба И все такое Кто? Не знаю Я про Кумбахарны и Крупов Раломы и Раломы Я вот не знаю, сейчас Ты знаешь? Да, они любопытворяют Я К сожалению, у меня Не настолько много Вкусок чтения Вообще, я честно говорю Расскажу вам такой момент Я не люблю читать Я часто это рассказываю Я вообще терпеть не могу читать Мне очень сложно что-то читать Но последние три дня Я прочитал несколько книг Что было Вот это все рассказали Спасибо Давайте Давайте Для меня это важный момент Я не перепомню что там было И как Кто-то помнит? Нет? Что ли в порядке Да это я домашнее задание Нет? Равана 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 Гордость Он гордый Он был очень горжен Он гордый И завидчивый То есть два в одном там такое получилось Потому что он Почему он Так Могу переврать на самом деле Он строил мост в рай Да Он Вот Почему он строил? Потому что он завидовал по богам Что они могут А я не могу Он строил эту лестницу в рай Потому что он завидовал по богам Поэтому он А ты Ты хотела так Что он завидовал на богам Да Да Ситадеви вообще История 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 Она была Юдине В прошлой Жизни Вообще Ситадеви Это вечная супруга Господа Рамачандры Это не так Что это обычная жила Которая явилась Может быть тысячами Это вечный спутин с Рамачандрой И если вот дальше там вообще Далеко Заглядывать И смотреть Когда они сидели Так же как Расхарани и Кришна Сидели На Галоке Уриндавана И когда Расхарани сказала Я увидел Астона Что Тебя нет Я думаю Тебя нет Тебя нет Я вообще Собираюсь Отличить Тебе Как я могу Без тебя Жить История Он Скал Ну а ты Со мной поешь И тут Тоже самое Произошло Что Рамачандр Пришел Ух И Рамачандр Ух Рамачандр Ух Явиться На Субе И Ситодей Тоже спросил его Ну а как же я Я Я говорю Не беспокойся Ты тоже Явец со мной Будешь являть Твоей игре И когда Ситодей Появилась на этом Она Не могла Ни кем не повлекала Не могла Ни кем привлечься Вот это было Это у второго царята Скажем Была Такая Тяжелый Камень На сердце На сердце В том что Его Дочка Не привлекается Ни кем Мужчина Ее Никак не выдать Замуж Он Устроил Состязание Ради того Чтобы Перед ней продемонстрировать Так вот В прошлом Она была Единей И Равана Когда Завоевал Три мира Он вообще На самом деле Сделал очень просто Когда Получил благословение Он послал Гонца На ланку Сказал Равана Говорит Убирайтесь Отсюда Я хочу править Правильно Но так как Кувера Понимал что Если Он вступит в битву Он будет разгромлен Потому что Равана Узнал что Он получил благословение Убирайтесь Все получили благословение Они просто ушли И при этом Я не помню Как колесница Это досталась Раване Ну Раване досталась Колесница На которую Он мог Облетать Куверы Да Я не помню Как она досталась Но каким то образом Досталась И Равана решил Так скажем Жирную точку Поставить На своем плавлении И облететь Все Многое Что облетал И в Айотхе он был Победил царя Который правил В тот момент В Айотхе Но Тай Когда уходил Он там Сказал что Один из моих Нет Кто потом Нет Кто будет После меня И в моем роде Он убьет тебя Потом 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 Да Убьет тебя Потом Но Равана Полетел Дальше И Пролетая Над Гелалайами Он увидел женщину Привлекся ей А? Ведавай 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 Моей Как у нас глад bureaucracy Подлетел Он подлетел Он подлетел Вы hesitал Я хочу Что ты была моей Давайтеako Я вообще не могу Распудstroдно Привет Можно Я вообще не знаю Ничего Ты должна быть моей Не могу Что я могу сделать Я уже Мое сердце Лично я не могу Он смотрел ее за волосы И сказал, что либо ты по собственной воле моя, либо я тебя силой утянул в свое сердце. И в тот момент она разжгла внутренний отжаз, пыхнула огнем. И пока она горела, она успела крикнуть, что я буду причиной твоей смерти в будущем. И потом она явилась как Хита Дэвид. Тоже история явления очень интересная. Тоже яги упроводили. Она не превратилась с царями или какими. И тут ее папа решил устроить состязание и сделал так. У него был лук Шивы. Его могли нести только 300 человек. Меньше, видимо, не могли. Если немножко, так сказать, до этого рассказать, да, этот лук Шивы, он у них стоял, ну как у нас, я не знаю, зонтик стоит, еще что-то. У них там так стоял лук Шивы. И Хита Дэвид, когда маленькая была, она играла в саду с мячиком. И не помню, что-то на дереве увидела. Флот какой-то, еще что-то. Ну, цветок, цветок, цветок. Ну, цветок, цветок, цветок. Цветок увидела. Да, лук поставила на место, все. Это была такая лила небольшая, да. Это показано то, что Хита Дэвид и Равана, они совсем не совместимы в плане силы. Равана настолько мелочен, так скажем. И сил у него не так много. Когда было состязание, которое устроили, Равана тоже поднимала эту букву. Тоже хотелось. И когда он поднимал эту букву, он все-то на 2 дюйма, что-ли, поднял. Ну, что-то там приподнял эту букву, немножко. А Ситадеви просто в детстве в своем киточке убивала этой палочкой. Понимаете, да? На самом деле Ситадеви понимала, что Равана не может ее отобрать. Ну и тут на этой Яге, на своем баре, появился Рамачандра. Его, вот как раз, дешмометр привел. Он сказал, ну как бы, хлядить. И тут они увидели друг друга. Ситадеви поняла, что яркая дюйма. Они там небольшой взгляд... Ну, тем не менее, все так и произошло. Она принадлежала ему. Рама сломала этот лук там. Сейчас я же назвал. Попортил мущество. Живы, живы. Да, лук шивы, да? И, на самом деле, споры очень большие шли. Когда Господь Читания уже пришел, Он встретил Рама Бахтера, который плакал, очень сильно плакал, потому что, как я, говорит, могу жить, когда Равана похитил мою Ситу. То есть, Он похитил Йога Майю. Маха Майю. То есть, Он похитил вот это состояние того, что я всегда памятываю о Раме. Сита памятывала о Раме, Рама памятывала о Сите. И он тоже хотел этого памятывания. Господь Читания сказал, а вообще Рамана не мог похитить Ситу. Как? Вот. Здесь то-то, то-то. Господь Читания сказал, и вот он рассказал как раз эту историю, тем, что Сита играла вот, и клеточки вот эти пенсовала. Всё. Как вот, как ты можешь... Сита, это частичное, он сказал, Сита, частичное проявление Сита Дэви в этом мире, это Дурга, там какая-то сотая, что-то там, Дурга. А Равана поклоняется Дурге. Это всего-то там, крутится какая-то. Так что Сита Дэви сама ушла от него, потому что так хотела Рама. То есть это нужно было Раме. Не то, что он хотел этого физички. Это было нужно для защиты Дхармы. И он рассказал вот эту историю того, что Сита Дэви сама ушла. Но Сита Дэви не ушла в Харфита, чтобы Дхарма была по-настоящему не нарушена. Там была очень хитрость, да. Хитрость, так скажем. Помните, да, когда история как вот похищает Ситу, Рама там бежит за оленем, который это демон. Рама там прячется за деревом, приходит как мудрец. Все. Но, когда убегает Лакшман оттуда, он чертит круг вокруг хижины, читает мантру, и Агни проявляется в этой черте. То есть зато пространство, которое отчертил Лакшман, нельзя было выйти. И Сита, пока не вышла бы оттуда, Равана бы не забрал ее. И почему выходит Сита? Потому что, опять же, Рама хочет этого. То есть не потому, что Равана там, как вы с собой сделали ее. Ну, он там ее шантажировал, по сути. Равана шантажировал ее. То, что благословение не дам. Как мудрец. Но, суть в том, что, когда Сита проходила через эту линию, да, вот представляете, да, линия там, так скажем, пространство такое, разное пространство, если рассмотреть мир под разными углами, Кравани уже вышла Майя, иллюзорная энергия. То есть Кравани не вышла сама Сита. Она осталась стоять там, за чертой. А Кравани, пока Сита пересекала, скажем, вот эту вот черту, Агни, и трансформировала всю энергию и все. Но Раваны не было Сит, на самом деле. Да, это Мираж. Ну, рассказывать можно еще долго, я, наверное, буду прерываться. Я хотел просто, чтобы мы поняли, что насколько дороги наши отношения, как друзей. Может быть, кем-то у меня более далекие отношения, кем-то они более близкие. Но главное, что мы их строим на любви к Кришне. Не потому, что я нравлюсь тебе, ты не нравишься тебе. И когда ты мне уже не нравишься, я тебя отболиваю. Да? На том, что Кришна живет между нами. И какой бы не был преданный, это сблизиться. Какой бы странный и непонятный он был для нас. А чтобы сблизиться, нужно совершать санкиртан яги. Для того, чтобы сближаться санкиртана, это висевание Сутих имен. Это памятование о Господе. Это вслушание его лил. Это тоже санкиртан. Сутихи ромачалка могут присылать и... Вопросы, предложения, замечания, дополнения. Можно ответить? Или просто вопросов. Ну, пару вопросов и дополнений. Вопросы, какой же вопрос. Вы говорите, ягель, да, вот эту санкиртан. Что делать? Говорит, только в Юге преданный демон живет в одном теле. Да. Когда ягель происходит, то он начинает происходить из этого, да, информации. То есть, проявляется какой-то демонизм у человека. Что делать? Продолжать ягель. Нужно продолжать ягель, а не... ...циклиться на том, что у меня есть преданность и демонизм. Да. Да. Душная Бхагалдития говорит, что преданный не... ...вообще не смотрит. Холодно, мне горячо, там... ...я преданный или демон, плохо, мне хорошо. Он смотрит на то, насколько я... ...сбежаюсь с Кришной. Насколько я сбежаюсь с преданностью. Насколько это санкиртана яги. На самом деле, санкиртанной яги тоже можно совершать неправильно. Можно долго совершать и петь. Можно. Но ты... ...в любом случае погрузишься, если ты будешь... ...следовать ипуле. Как раз именно для этого пришло Господь Читания, чтобы... ...сердце этого демона... ...то есть Господь Рамачанда убивал демон. Господь Кришна создал ситуацию, которая убила все единой. ...а... ... developments... ...которое было ст И ты их даже при однократном общении. Бедечка с белого брата. Да, он с Челковопада говорит, что Господь Читания не убивает демона. Он спасает их по своей безпричинной беды. Понимаете? То есть те демоны, что живут в нас, то есть причинная милость Господа Читании проявит тогда, когда мы будем действовать под его руководством и его наставлением. А его наставление в Санкт-Петербурге. Я на самом деле долго не понимал, что значит. Может сейчас я не понимаю, что Санкт-Петербурге что она меняет жизнь, что памятование о милах Господа меняет жизнь. Для кого-то из нас это просто такие непонятные слова. Ну вы же теперь не ругайтесь. Ни сьё, ни сьё, ни сьё, ни сьё. В ресторан вы ходите. Изменилось все. Важно, чтоб желание не надо было этого делать. Я хочу сказать о том, что если у нас возникают трудности, внутри и снаружи нужно идти. То есть нужно продолжать идти. Куда? Куда идёшь? Это наш выбор. Не, это наш выбор, куда ты идёшь. То есть если я хочу идти от Кришны, я буду идти от Кришны. Кришна нас сюда поставил ради того, чтоб мы поняли, куда идти. Ему или от Него. И в любой момент мы можем изменить. Даже если до сегодняшнего дня я шёл от Кришны, да, и пришёл, и что-то поменялось. Так вот честность, вот эта вот нога религии, которая осталась в нашем веке. Честность перед самим собой. Если я понимаю, что я не туда иду. Это уже всё, прогресс. Начал вся прогресс. Я не туда иду, значит я развернусь. То есть в этом здесь хитрость того, что задавать вопросы, делиться сокровенностью. в том, что предварительные люди, которые происходят от этих сложного времени, они должны стать в защиту старших преданных. Как раз обращаться к заставлениям, делиться сокровенностью. То, что натерпит, то, что мешает нашей духовной жизни. Именно старшие и бедные могут помочь нам в этом. И Прабхубаду тоже говорил, что не надо бояться выделить грубо, потому что лучше быть минутой глупцом, чем всю жизнь. Понимаете? То есть когда обращается за наставление старших преданных, открывает свой тесто, что у нас есть проблемы, а на самом деле у всех у нас есть. И когда мы открываем, здесь всё так, что Кришна, Он как бы помогает избавиться. Потому что, когда мы себе эти проблемы носим, мы валимся в свой соков, мы не в состоянии решить эти проблемы. Эти проблемы возможно решить только на более высоком уровне. И старшие преданы как раз они могут нам в этом помочь. Если мы сами себе замыкаемся, то мы так и будем где-то там на задворках сидеть. У нас нет шансов вырваться от этого. Но если мы будем опять же в той же сам Тихом общаться со старшими преданными, следовать их наставлениям, да, наставлениям там Гуру Махараджи там, ну те кто рядом с нами постоянно каждый день. Так, да, садку станок будет присутствовать. Когда мы сможем, они нам по аминам, когда дадут руку помощи, помогут нам вырваться из этого болота. Из болота нельзя вылить по ценам. Чем больше ты будешь там вошь, тем больше ты будешь и попать. Вот и вот эта тресина, как раз вот это и есть, эта проблема. Это даже вот эту вещь, я не знаю, в тех летних, кто уходил и возвращались, они просто вытеклища проставлены. Это оно невозможно, потом не начнешь общаться. Общаться с мной приходить общаться. Когда отчувствия начинаешь чувствовать силу какую-то возможность, появляться как наявление, там желание какое-то. Без отношений общаться невозможно поместить. Общаться. То есть это не просто привет, привет, пока, пока. Все, это же не общаться. Общаться это как раз рассказать. Говорить их окровенно. Окровенные свои вещи. Может быть они у меня не очень такие приятные. И вот эти неприятные вещи можно поделить только с другом. То есть Трама Чандра как раз принес вот это вот раз из того, что Друг это тот, кто может выслушать и привязывать себя человеку и привязывать. Слышали? То есть это определение другого. Это тот человек, который может выслушать это завистью и привязывать себя человеку. То есть тот, кому ты можешь открыть все. А тут и все. И он не как, знаете, как вороны там, для резины открыл, а они все это выклевали. Нет, он не так делает друг. Возьмет и поддержит эту другу. Я ценю очень в эти моменты. Последний вопрос. Или это дополнение. Я просто хотела еще уточнить. Как вот из сферы внешней заносы и действий на перехолы. То есть как человек принимает авторитеты. Потому что мы, бывает, говорили, что это вот. Среданка, идея, она такая. Представляла тоже авторитеты. Ага. Но слушая ее, например, хотелось делать правильную работу, да? То есть как вот все-таки делать правильную работу? Ну, на самом деле мы слушаем тех, кто нам дорог. И слушаемся по-настоящему в тем, кто нам дорог. И все. То есть если гуру говорит какие-то вещи, они, может быть, и правильные очень даже. И сидит другой человек рядом, и он дорог мне. И говорит совершенно противоположное. Я буду заниматься. Вот это важный момент того, что я переключаю свое... Я имею... не о том, что это всегда так, да? Я говорю о том, как перейдет из внутреннего внешнего. Я буду принимать то, что мне дорого. Того, кто мне дорого. Внешне я могу принять авторитет, еще что-то. Попробую действовать. Но... и в образе действия придет то, что... эти наставления в лице этого гуру там, этого вредного, этого... я не знаю, этого человека, этой собаки, я не знаю, еще кого. Они здоровые мне. Тогда ты снимешь это внутри. Понятно? Как я... Работает. Редактор субтитров А.Семкин Ай-яй-яй-яй.